Ник, с победой. Что удалось сделать в сборной России, чтобы во втором матче выглядеть лучше, чем в первом? Спасибо. Мне кажется, удалось наконец выполнить установку, не долбиться в стену, так скажем, а менять фланги и за счет этого выиграть игру. Сегодня преимущество колоссальное было в сборной России. Что вам сказал тренер, чтобы вы так перестроились? Ну, сказал, в принципе, то же самое, что и перед первой игрой. Особо ничего не менялось в нашей установке. Извинились именно, я думаю, наши действия. Мы более почувствовали в первой игре борьбу. Это все равно сложно. Международный матч с любым соперником, вообще не важно, какой уровень, а Беларусь, извините, очень хороший уровень, сложно сразу перестроиться. Все равно, когда ты играешь в чемпионате, сейчас я хочу сказать, что каждый соперник в чемпионате сложный, но несмотря на это, в международный матч это все равно чуть-чуть другое. И мне кажется, мы обтерлись как-то в первом матче, неудачным я бы назвала его. И ко второму уже в голове даже было, как в единоборство идти, как из-под прессинга выходить и так далее. Больше понимания было и больше прочувствовали это в первом матче. И во втором уже получилось показать то, что мы хотели как бы и в первом. Как тебе соперник, команда Беларусь? Очень агрессивная, очень неуступчивая, очень в поисках борьбы. И вот, наверное, что у нас еще получилось во втором матче, уходить от этой борьбы больше. И больше быстрее с мячом работать, чтобы не вступать в эти единоборства, которые у них очень хорошо получаются. И быть чуть-чуть быстрее, чем они там на пол касания условно. Так давно ты была новичком в сборной, а сейчас получается, что ты чуть ли не ветеран. Чувствуешь какую-то поведенную ответственность на том, что ты один из самых опытных игроков здесь? Ну, на ответственность, я думаю, каждая из нас чувствует. Нет такого, что там кто-то больше, кто-то меньше. Единственное, я сегодня, наверное, чуть подавила. У меня есть такое молодых игроков, но все должны понимать, что там молодые из Чертанова в основном, из Краснодара, да и Зенита много. Но из Зенита как бы они уже знают меня, знают, как я могу. А, наверное, молоденькие девочки, которые из других команд еще не совсем свыклись с таким более злым подсказом каким-то. Но надо привыкать, потому что это сборная, это там не детские уже какие-то игры. И если ты выходишь за сборную, не важно, там на пять минут, с первых минут, и тебе 15 лет хоть 10, ты должен как бы бороться, бежать до конца и так далее. Вот, думаю, с этим сегодня все справились. Хочу поздравить очень наших дебютанток, это очень круто. Я о таком, если честно, мечтать не могла в свои годы. Ну, это была и, ну, как бы и ситуация другая была и так далее, и так далее. Вот, так что поздравляю всех с победой, спасибо за поддержку. Ты сегодня стала лучшим игроком матча в нашей команде, ожидала? Если честно, вообще нет. Андрей Владимирович такой, иди, бери будильник свой. Я такая, почему мне? Ну, очень приятно, потому что он фиолетовый, я его подарю маме, она мне обожает фиолетовый цвет, и теперь будет заставать с первым жаворонком. Поздравляю вас, Виктория. Раз уж мы говорили о маме, может быть, передадим ей привет? Да, давайте передадим, мамочка, я тебя очень люблю, и папочка. Это все благодаря вам, я вам очень благодарна, и пока-пока. Топ.